Девушки отдыхают На полуострове Таймыр посреди бескрайней вечной мерзлоты обнаружено странное озеро. Несмотря на то, что со всех сторон его окружает лед, вода в водоеме теплая. От нее исходит устойчивый запах серы. Пока ученые пытаются понять причину природной аномалии, один из местных жителей отправился снимать озеро. Его фотографии сейчас изучают биологи. На них обнаружено существо, явно похожее на рептилию. Автор снимка уверяет, она всплыла всего на несколько секунд, показала покрытую чешуей спину и снова скрылась под водой. Если фото не подделка, то оно говорит о том, что в вечной мерзлоте живут какие-то ящеры. США. Январь 2018 года. Аномальный мороз, обрушившийся на Южные Штаты Америки, доказал, рептилии вполне способны переносить самые лютые холода. Это видео было снято сотрудникам зоопарка в Южной Каролине. Крокодилы, высунув пасти наружу, замерли под толстым слоем льда. Они буквально вмерзли в него. При этом они дышат, только как будто впали в спячку. Когда морозы отступили и лед растаял, рептилии ожили. Так на что же способны ящеры? И откуда в русских летописях взялись записи о живущих на Руси крокодилах? Сегодня в программе. Самый кровожадный бог древних славян. И по сути его даже относят к существу, который сотворил мир. Рептилия вместо собаки. Как посадить крокодила на поводок? Он слышал мой голос. Он приходил на голос. Тайна китайского дракона. Зачем жители Поднебесной возвращаются к древним богам? Поклонение дракону им помогает каким-то образом развиваться, идти вперед. Крокодилы на Руси. О чем предупреждали потомков летописцы древности? Крокодилы напали на Великий Новгород, поели там кучу людей. КОНЕЦ Россия. Новгородская область. Июль 2016 года. Группа московских этнографов отправляется на поиски древнего городища. Путь лежит через болото, которое в народе называют Чертовым. Это дикое, нехоженное место, в котором время от времени пропадают люди. Ученые идут по узкой тропе между двумя озерами. И вдруг видят нечто невероятное для широт нашей страны. Мы увидели, как справа и слева стали появляться огромные такие вот норы, можно так сказать. Вот примерно 2-3 метра в диаметре. Когда Мошева мой товарищ, вдруг он резко так вот встал, становился, я чуть не налетел на него. Говорю, что с тобой? Он говорит, смотри. И вдруг мы видим, как из заболоченного озера в нормальное озеро, через тропинку, по которой мы шли, перелетает некое такое темное существо, но по размерам, как большой черный док. Вот и скрывается под водой. Этнограф Дмитрий Соколов, как и другие участники экспедиции, увидев неизвестное существо, испугался. Но научное любопытство взяло вверх. Когда мы подошли поближе, мы увидели, что на этой дорожке был такой след, как будто там кто-то переползал регулярно вперед-назад. То есть это могла быть какая-то гигантская змея. Мог быть, этот крокодил древний, уцелевший. Ну, неизвестно, что это было. Вот, и он ускорился под воду, когда мы товарищи сказали, давай мы с ушками покормим, он вылезет там. Я говорю, ну что, он нас просто съест. Вернувшись в Москву, Дмитрий попытался разобраться, что же за тварь попалась им в новгородской глуши. Из архивных источников он узнал, что существо, похожее на крокодила, видели под Великим Новгородом неоднократно. Сегодня широко не афишируется, но в летописях можно найти упоминание о том, как в Средневековье, в раннем Средневековье, крокодилы напали на Великий Новгород, поели там кучу людей. Вот самое раннее упоминание о крокодилах в новгородских летописях. Запись сделана в 1581 году. Того ж лета, изыдаши крокодили, люти и звери из реки Великой, и водный путь затвориша, людей многих поедаша, и уже сашася люди, и малыша Бога по всей земли. Неужели в Великом Новгороде крокодилы действительно нападали на людей? Летописцы, они все-таки, как правило, придерживались фактов, следовательно, существует какая-то реальная основа. Программа «Тайный Чапман» провела собственное расследование. Мы отправились в Новгородскую область, чтобы выяснить, водились ли там когда-либо существа, похожие на крокодилов, и могли ли они дожить до наших дней, прячась в непроходимых болотах. То, что нам удалось узнать от местных жителей и историков, ошеломляет. Наши предки поклонялись Богу-ящеру. На Руси его культ был особенно распространен в новгородских и псковских землях. Археологи нередко находят украшения и амулеты с изображениями ящера. Это существо с вытянутой мордой, огромной пастью и большими зубами. Новгородский государственный музей. В этих стенах собраны тысячи предметов, принадлежавших пращурам современных жителей города. Здесь все пропитано древностью. Невероятно, но на большей части экспонатов изображены злобные рептилии. Новгородское искусство средневековое часто называют тератологическим. Тератос – чудовище по-гречески, то есть чудовищным. В древности в Новгородской области чудовищных рептилий изображали всюду. На избах, одежде, посуде. Горожане черпали воду деревянным ковшом, на ручке которого была вырезана голова дракона. Археологи часто находят эти рукояти во время раскопок. Удивительно, что сами ковши разрушаются, а фигурки ящеров остаются целыми и невредимыми. Словно время над ними невластно. Нередко в новгородской земле обнаруживают и вот такие искусно сделанные металлические предметы. Кому они могли принадлежать и каково их назначение – для ученых загадка. Мы не всегда знаем, для чего это использовалось. Предположение – как броши, как накладки. В основном это драконообразные, хотя есть и крокодилы у нас изообразные. Притом крокодил изображен даже под водоросль в болоте, явно в густом болоте. Там не вода, там густое что-то изображено. А драконы, они, в общем-то, извиваются, они показывают свою мощь, они показывают, что они заполняют даже все-все пространство. На этой земле тысячи лет поклонялись богу-ящеру. Под Великим Новгородом было с десяток капищ, где волхвы совершали ему жертвоприношение. Не осталось никаких письменных источников, указывающих на то, какое место этот бог занимал в славянском пантеоне. Но, судя по всему, одно из главных. Легенда о ящере, она его бытовала всегда. И, по сути, его даже относят к существу, который сотворил мир. Когда не было ничего, был только крокодил. Ему стало немного неуютно. Он начал барахтаться, появилось небо, появилась земля, а сам он обратился в реку волков. Но откуда в Великом Новгороде, на севере России, могли знать, как выглядит крокодил? И даже складывать о нем легенды? Неужели эти рептилии когда-то здесь водились? Поверить в это невероятно сложно, поэтому скептики выдвигают вполне обоснованную версию. Своих крокодилов на Руси не было. Их привозили из-за границы. Когда-то в эти края попали сюда действительно настоящие крокодилы, привезенные из южных стран. И, конечно, в то время для местного населения они были, ну, скажем, потрясающими такими животными, чудовищами настоящими, которые запомнились им очень, очень врезались в память очень сильно. Хорошо известно, что русские князья и бояре для потехи устраивали в своих владениях зверинцы. В них содержали не только местных хищников, медведей, волков и лисиц, но и диковинных заморских животных. У нас, например, найдены обезьянки из Африки, вот, макаки, там, мартышки, ну, черепа, конечно, черепа, косточки, вот. Достаточно давно уже, ну, я не знаю, несколько десятилетий назад, южнее озера Ильмень, на юге Новгородской нынешней области, найдены кости гепарда. Новгород очень богат, поэтому мог позволить себе такие, знаете, вот, ну, интересные излишества такие. Привезти в эту пору на Русь крокодила из Египта, например, было теоретически возможно. Опасных рептилий могли переправлять на специальном корабле с двойным дном. На таком раньше перевозили осетров, судно частично заполняли водой и запускали живую рыбу. Или крокодилов. Этих животных русской знати вполне могли принести в дар иноземные монархи. Традиция дарить главам государств детенышей таких грозных животных существует по сей день. Крокодил – лучший подарок. Власти Северной Австралии подарили маленькую рептилию новорожденному принцу Джорджу. Сыну британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Правда, крокодил так и остался в Австралии. Но маленький Джордж может наблюдать за своей зверюшкой с помощью веб-камеры, установленной в клетке. А когда им обоим исполнится 18 лет, принц решит, забирать крокодила в Англию или нет. После вручения наследнику британского престола столь неординарного подарка в стране начался крокодиловый бум. Новорожденных рептилий стало модно дарить на различные праздники. В декабре 2017 года, накануне католического Рождества, на крокодиловых фермах отбою не было от покупателей. Маленьких крокодилят продавали сотнями. Желающих завести дома опасного хищника достаточно и у нас в стране. Россия. Анапа. Июнь 2017 года. Это любительское видео снято на Черноморском побережье. Мужчина выгуливает на поводке крокодила и купает его в море. При этом окружающие реагируют достаточно спокойно. Даже пытаются погладить маленького хищника. На сегодняшний день, в принципе, пошла такая мода, что ли, или по ветре, я не знаю. То есть многие люди заводят себе крокодилов, как домашних животных. Несмотря на борьбу с этой нелегальной какой-то торговлей животными и дикими. Дмитрий Попов – коллекционер редких животных. Еще недавно у него дома жили десяток самых разных крокодилов. Сейчас остался один – южноамериканский кайман. Это действительно динозавр. Это живые, ископаемые, как держать динозавра. Это счастье, это счастье. Такое небольшое, маленькое пилюлька счастья. Содержать такое счастье довольно тяжело и накладно. Но Дмитрию не жалко на своего питомца ни времени, ни денег. Минимум аквариум нужно приобрести. Литраж начинается от 300-400. Это лампы ультрафиолетовые с специальным спектром, чтобы животное могло функционировать, как и в своих естественных условиях. Это фильтра, которые содержат воду в хорошем состоянии, суша. То есть достаточно хорошая круглая сумма выходит, чтобы содержать дома таких животных. Плюс сами животные имеют тоже цену. Вот расценки на рептилий в одном из интернет-магазинов. Цена на хищника зависит от его породы и возраста. Например, детеныш нильского крокодила обойдется в 25 тысяч рублей. Взрослая же шестиметровая особь стоит 300 тысяч. Спрос на прямых потомков динозавров велик. Особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Правда, как только хищники подрастают, от них нередко пытаются избавиться. Если не удается продать новым хозяевам, просто выбрасывают на улицу. С начала 2018 года в России были найдены несколько крокодилов. Жительница Башкирии обнаружила крокодила на пороге своего дома. Сотрудники водоканала в Химках поймали его сородича в городской канализации. Трупы рептилий найдены в Татарстане и Мордовии. В конце апреля в Коломне появился приют для крокодилов и других экзотических животных, которых наигравшись выбрасывают жители Москвы и Подмосковья. Мой знакомый говорил, у них на Белинском банке, это ближе к Каспии, уже в выход в открытое море, плавал крокодил около двух метров. Как и чего он туда попал, сказать не могу, но хорошо, что его поймали раньше, чем наступила зима. Если сейчас, в 21 веке, завезенные в Россию крокодилы нередко оказываются на свободе, то такая же история могла быть и в древности. Неужели в новгородских летописях написано о нападениях иноземных рептилий, и именно им поклонялись жители древнего города? Историки отвергают эту версию. Легенда о крокодилах и драконах существовали сотни, а то и тысячи лет на огромной территории, охватывающей сразу несколько регионов. В них явно идет речь о привычных жителям российского севера явлениях. Крокодил и дракон, изображенные на многих новгородских артефактах, это бог-ящер в одном лице. При этом исследователи замечают, что новгородский дракон очень похож на китайского. Существует ли аналогия между китайским драконом и русскими ящерами, да, там, змеем и горынычем и так далее, я думаю, что это, в принципе, могло быть одно и то же. Вот как китайцы изображают своего дракона. Длинное змеевидное тело, короткие львиные лапы с орлинными когтями, рога, высунутый язык и демонический взгляд. Сравним его с новгородским драконом, богом-ящером. Изображения практически идентичны. Значит, северные славяне и жители Поднебесной поклонялись одному и тому же божеству. Может быть, погорячусь сейчас, но скажу, что у нас одно из самых массовых почитаний, может быть, не почитаний, а представлений о драконе. Вот, наверное, как в Китае, так, может быть, как раз у нас. Масса археологических изображений на предметах археологических, масса вот в книгах изображений. Что общего у русского и китайского драконов? И почему жители Поднебесной вновь начали ему поклоняться? Смотрите далее. Загадки России. Где искать следы русских крокодилов? Одна из главных загадок новгородской земли, север, северо-запад точнее, это бабула. Древнее капище бога ящера. Кто его охраняет? Кто-то там сидел и то ли ждал, пока я уйду, то ли просто следил. Ну, именно красные глаза. Крокодилы древнего Египта. Зачем их хоронили вместе с людьми? Я думаю, была какая-то система сигнализации. Если крокодил, изображенный на многих новгородских древностях, хотя бы реальное существо, то дракон явно мифическое. Хотя некоторые энтузиасты пытаются доказать обратное. Китай. Октябрь 2017 года. Жители одной из деревень на севере страны выложили в соцсети фотографию останков дракона, которые они якобы обнаружили в местных горах. Позже выяснилось, что это фотомонтаж. Но раз драконов не было, почему же в них массово верили на Руси и в Поднебесной? Вероятно, драконы существовали в ином мире. Видеть их и с ними общаться могли только служители культа. По сути дела, дракон является как бы проекцией эманации. Он может, наверное, когда в мире очень сильная вот эта вера, он может действительно принимать и физическую форму, как я полагаю. Может физически проявляться, хотя это современным каким-то представлением о мире научном совершенно противоречит. Магические ритуалы, на которых происходило общение с драконом, описаны во многих древних легендах. Чтобы добиться благосклонности бога ящера, языческие волхвы приносили ему кровавые жертвы. Самым ценным подношением дракону были юные невинные девушки. Ящеру не нужна была плоть, он питался их чистыми душами. В древности этот обряд не считали жестоким, а бога ящера злым. Его почитали как могущественную сущность, с которой можно заключить сделку. Многие боги древнего мира, они требовали жертв крови, да, звериной крови там какой-то или человеческой часто. И в итоге, наверное, в Новгороде и вообще на севере Руси, России, что-то сохранялось даже более позднее время. В городе вспыхивает восстание против видения христианства. Во главе стоят языческие волхвы. Они ходят по улицам, изрекая страшные пророчества, бросаются лживыми обещаниями повторить чудеса Иисуса Христа и призывают к убийству священников. Волхвам удалось объединить вокруг себя простых людей, чтобы вернуть Новгород под власть бога ящера. Доходили восстания до того, что практически выгоняли христианских священников. Вот такое было. И только решительные действия, там, князя, например, такой был князь Глеб в 11 веке, вот он просто зарубил волхва, да, и тем как бы сбил накал вот этого восстания. Борьба была жесткая. Икона, на которой Георгий Победоносец убивает дракона, стала символом победы христианства над язычеством. При этом пронзенная копьем рептилия – это не какое-то абстрактное зло. В знаменитом апокалипсисе Иоанна Богослова написано, кто скрывался под личиной дракона. Падший ангел Люцифер. Снежному дракону не страшны ни льды, ни морозы. Так назвали ледокол, который начали строить в Китае. Как уверяют конструкторы, он сможет проходить ледовые торосы толщиной в полтора метра. В отличие от европейского, китайский дракон считается символом доброго начала. Если на Руси культ бога ящера был уничтожен с приходом христианства, то в Китае с божественного престола дракона пытались свергнуть буддисты. Но им это не удалось. Коварный дракон сотни лет дремал в генетической памяти миллионов китайцев, ожидая своего часа. В последние годы он пробудился и начал набирать силу. Подавляющее большинство китайцев верит в дракона. То есть что-то расскажет какую-то историю, почему их сейчас не видно и так далее. Это включая там каких-нибудь больших людей из бизнеса, ученых, членов КПК и так далее. В масштабных праздниках в честь драконов в Китае участвует большая часть населения, включая партийных лидеров. Что это? Дань древним традициям? Или возрождение языческого культа, когда с божеством заключалась сделка? Они, в общем-то, выходят на первое место, да, то есть по экономическому развитию в мире. И развивается страна очень большими, высокими темпами. Возможно, это совпадение, возможно, это нет, но тем не менее. То есть поклонение дракону им помогает каким-то образом развиваться, идти вперед. Но какой будет цена этой сделки с драконом? Согласно древним легендам, магический ящер был хранителем сокровищ. Он наделял властью и богатством, подчиняя себе человеческие души. Россия. Новгородская область. Село Ящерово. Согласно древним преданиям, здесь на болоте располагалось древнее капище бога Ящера. Культовое место, на котором волхвы приносили человеческие жертвы. Много веков назад это колдовское место поглотило трясина. Какая-то громадная яма в озере, в болоте, без дна обычно, говорят. Но, опять же, как выглядело это капище, мы 100% не знаем. Перуна знаем, потому что сохранились. Но он не такой опасный был в точке зрения христианства, наверное. В селе Ящерова съемочной группе программы «Тайный Чапман» удалось встретиться с Сергеем Высокосовым, бывшим участником популярной в 90-е годы группы «Коррозия металла». 20 лет назад Сергей переехал сюда из Москвы. Он сразу почувствовал – это место необычное. В лесах и болотах скрыта какая-то нечистая сила. Это просто вот ощущение, это не то, что видимо глазами, это какие-то вот эти вот формы, какие-то чувствуются, что здесь еще что-то такое вот живет. Некоторые люди здесь не могут. Вот он приехал, и его начинает он что-то вот не так. Или выпьет вроде, успокоит. Нифига. И давай, 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 давай. Вот это вот. И его уносит отсюда, все, он больше не приезжает. Вначале бывший музыкант просто чувствовал здесь присутствие некой сущности. И однажды он с нею встретился. Сижу вот так вот вечером, один костер там, сижу там, ночь уже, и так глаз бросаю, а там два красных глаза, как в кино. И тут главное оставаться спокойным, никаких выводов не делать. Кто-то там сидел и, значит, то ли ждал, пока я уйду, то ли просто следил. Но именно красные глаза, не вот эти вот, как форсфорицирующие, у кошек, у собак. Сергей чувствовал, этому существу, видимой, вившемуся из самой преисподней, было явно, что дать него нужно. Возможно, оно хотело общаться? Среди древних артефактов, хранящихся в стенах Новгородского государственного музея, есть экспонаты, в оккультном назначении которых историки не сомневаются. Это детские свистульки в виде рептилии. Специалисты предполагают, что извлекаемые с их помощью звуки помогали новгородским язычникам выходить на связь с иным миром. Любое извлечение звука это изначально было немножко священным, то есть люди общаются вот так разговаривая, а музыкой, звуками какими-то общаемся с каким-то другим миром. Поэтому это являлось первоначально священным, а потом обучающим. Дети должны обучаться и понимать, что есть еще и другую мерку нашего человеческого. Впрочем, есть иная версия. С помощью этих примитивных музыкальных инструментов на новгородской земле общались не с существами из потустороннего мира, а с живыми рептилиями. Эти свистульки, они разные, глиняные, бывают из кости, бывают деревянные. Они изображают живых существ. Вот каких-то существ в отдых, да, вот явно что-то такое водное. До сих пор в азиатских странах существует древняя традиция заклинания змей звуками флейты. Услышав музыку, ядовитые кобры распускают капюшон и, покачиваясь, замирают, будто под гипнозом. Вероятно, с древними рептилиями происходило примерно то же самое. Но что за земноводные жили в Великом Новгороде? Древние летописи утверждают, это были крокодилы. Недаром детские свистульки похожи именно на них. Лютые звери-коркодилы выходили из реки и поедали людей, учинив в городе панику. Этот невероятный случай описан в псковских летописях шестнадцатого века. Можно предположить, что летописец пошутил. Но упоминания о живущих в воде каркодилах есть и в других письменных источниках. В конце шестнадцатого века Россию несколько раз посещал английский дипломат Джером Горсей, который оставил мемуары с описанием своих путешествий. Одна из этих записей, сделанная в 1589 году, многих историков ставит в тупик. Я выехал из Варшавы вечером, переехал через реку, где на берегу лежал ядовитый мертвый крокодил, которому мои люди разорвали брюхо копьями. При этом распространилась зловония. Сомневаться в словах английского посла не приходится. Его мемуары признанный авторитетный источник. В летописях Великого Новгорода крокодилы тоже упоминаются чуть ли не чаще других животных. Судя по всему, они обитали здесь с древнейших времен. Одна из главных загадок новгородской земли, север, северо-запад точнее, это болото. А что такое болото? Это бывшее, древнее, такое неглубокое и, видимо, пресное, по крайней мере, не соленое море. Там и водились вот эти вот крокодилоподобные, вот эти, ну, динозавры. Если посмотреть на Новгородскую область из космоса, то в глаза бросается множество голубых пятен озер, переходящих в бескрайние болота. В общей сложности 15% территории региона, а это целых 10 тысяч квадратных километров, непроходимая трясина. По мнению ученых, столько воды здесь образовалось после таяния ледника. Здесь начинаются истоки многих рек. Множество родников, множество болот, озер. Это все следствие влияния последнего ледника Восточной Европы. Спуская со скандинавских гор, он дошел до этих мест и здесь остановил свое продвижение. 12 тысяч лет назад он, растаяв, оставил множество озер. Новгородские исследователи уверены, именно в многочисленных болотах и обитали крокодилы. Вернее, коркодилы. Так их называли на Руси. Для этих рептилий огромное пространство теплой топкой жижи были идеальным местом для укрытия. Болота не промерзают, там постоянная температура, еды много, почему бы не жить? С точки зрения биологии, в принципе, это возможно. Но единственное, болото трудно исследовать, наверное, самое трудное. Океанное, наверное, легче исследовать, потому что там густо все, там много слоев, там непрозрачный. Но, тем не менее, возможно, там есть какие-то останки вот этих вот существ. Но когда и почему вымерли российские крокодилы? И если какие-то особи живы до сих пор, то где они прячутся? В летописях написано, водных ящеров нещадно уничтожали царские стрельцы. Скорее всего, это было частью масштабной борьбы с язычеством. Язычники обожествляли крокодилов, считая их живым воплощением кровавого бога ящера, дракона. Не случайно, наряду с его изображениями, местные археологи часто находят именно изображения крокодилов. Вот что написал в 1526 году о поклонении рептилиям в России посол Ватикана Сигизмунд Герберштейн. Россия изобилует рощами и лесами, в которых можно наблюдать страшные явления. Именно там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят у себя дома каких-то змей с четырьмя короткими ногами наподобие ящериц, с черным и жирным телом, имеющих не более метров длину. В положенные дни люди с каким-то страхом благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище. Русские крестьяне веками приносили жертвы жившему в воде звероящеру. Судя по описаниям известного этнографа Афанасьева, хорошо откормленные лошади на шею надевали жернов, обмазывали голову медом, а затем несчастное животное опускали в прорубь. Совершали этот обряд зимой в самое голодное время. Египет. Апрель 2016 года. Международная команда археологов обнаружила весьма необычное кладбище. Оно было построено три с половиной тысячи лет назад в эпоху Нового Царства, наивысшего рассвета древнеегипетского государства. Ученые были поражены. В гробницах останки людей лежали вместе с останками крокодилов. Крокодил, он был священным животным египтян, и, в принципе, наверное, это можно отнести как первые такие случаи содержание крокодилов в неволе, потому что им устроили храмы, и, соответственно, эти крокодилы при этих храмах жили. Ну, и там вскармливали разных жертвенных животных, или там людей, ну, как-то получалось. В древнеегипетских хрониках записано, служители культа умели общаться с крокодилами, не опасаясь их острых зубов. Они управляли грозными рептилиями, используя их как живое оружие для устрашения простых смертных. Я думаю, была какая-то система сигнализации между жрецами и этим самым крокодилом. Судя по всему, это была древняя магия. Из трудов древнегреческого философа Платона известно, что древнеегипетские жрецы были наследниками колдунов затонувшей Атлантиды. Быть может, и на севере Руси культ крокодилов был распространен потомками атлантов. Одна из самых знаменитых новгородских легенд рассказывает о Словении и Руси, языческих вождях древности. Они обладали невиданной мистической силой. Эти князья и основали Великий Новгород. Словену понравились эти места, и он основал здесь город. Волхов. Раньше не назывался Волховом, он назывался рекой Мутной. Но его как раз Волхов назвали в честь старшего сына Словена. Его тоже звали Волхов. И этот сын, он был корыстолюбивый, злой и жестокий. Стался промышлять черной магией. И со временем у него появилась возможность превращаться в крокодил. Легенда гласит, крокодил-оборотень был огромных размеров. Мог перегрызать зубами столетний дуб и одним взмахом мощного хвоста разрубать толстый лед на реке Волхов. Этот лютый зверь держал в страхе всю округу. Если так вот глубже покопаться, то всякий раз обнаруживается, что за каждой легендой, вот самой невероятной, самой фантастической, существует какая-то реальная основа, какие-то реальные факты. Никакого оборотня в Великом Новгороде, конечно же, никогда не было. Подобно египетским жрецам, князь Волхов мог с помощью черной магии управлять крокодилом на расстоянии, а вовсе не оборачиваться в него. Кровожадный монстр выполнял все его команды. Благодаря этому князь держал в повиновении населения. Я услышал такую версию, что не сам князь был оборотнем, а что у него крокодил как раз был в услужении, и что он посылал его на неугодных ему людей. Многие уверены, что крокодилы не поддаются дрессировке и не способны подчиняться человеку. Но древние артефакты подтверждают обратное. Задолго до того, как появился Великий Новгород и Древнеегипетское царство, люди управляли животными с помощью тайных знаний. Тысячи лет назад на планете господствовала цивилизация, поставившая всех живых существ себе в услужение. Смотрите далее. Как приручить крокодила? В общем-то, войну выиграли не англичане, а те же самые крокодилы. Идеальное оружие. Для чего были созданы динозавры? Это животное с самым, так сказать, контролируемым кровотоком среди вообще всех. Тайна Новгородских озер. Кто живет под водой? Слышны мощные всплески воды на мелководье. Бирма. Остров Рамри. 19 февраля 1945 года. Английский морской десант проводит беспрецедентную военной истории операцию. Перед ним стояла задача уничтожить хорошо укрепленную военную базу японцев. Узнав, что мангровые заросли в глубине острова кишат огромными гребнистыми крокодилами, командир британских десантников отдает приказ заманить туда неприятеля. Голодные рептилии практически полностью уничтожают японскую армию, разорвав солдат в клочья. Как показала проверка, проведенная через два месяца спецкомиссии военного трибунала, вода в этом болоте на четверть состояла из человеческой крови. Было очень много жертв, более тысячи человек, и спаслись по некоторым данным порядка всего 22 человек, которые находились в шоковом состоянии, и в общем-то это все, что осталось от японского подразделения, то есть военно получается, что в общем-то войну выиграли не англичане, а те же самые крокодилы. Крокодил идеальное оружие, словно созданное для убийства. Страшно представить, сколько будет жертв, если научиться управлять этими монстрами. А ведь тысячи лет назад наши предки умели это делать. В 1961 году в Перу впервые были обнаружены так называемые камни ики. Гладкие отполированные валуны из черной застывшей магмы, на которых древние художники изобразили людей верхом на рептилиях. А вот знаменитый шумерские таблички с похожим сюжетом, найденные археологами в Турции в конце 19 века. Эти артефакты доказывают, люди жили в одно время с динозаврами, предками современных крокодилов, и знали, как их себе подчинить. Есть ряд доказательств шумерских, посланий и так далее, где отражены факты использования крупных животных, таких как возможные даже динозавров, ящеров и так далее, которые в принципе могли быть на службе у человека, до сих пор в ученом мире нет единого мнения о том, для чего и как были построены египетские пирамиды. При этом высота самой большой из них пирамиды Хеопса 140 метров. Вплоть до средневековья это было самое монументальное архитектурное сооружение в мире. Создатели пирамид обладали знаниями, по сравнению с которыми наши технические достижения кажутся детским лепетом. Вполне возможно, пирамиды были построены с помощью огромных динозавров, которыми управляли люди. Есть очень много версий того, как строились египетские пирамиды. Есть версии того, как их с помощью рабов, есть версии, как инопланетные цивилизации помогали в этом. Но нельзя исключать тот факт, что мы могли использоваться какие-то крупные животные для перетаскивания огромных каких-то плит. Ученые давно пытаются понять, как на Земле появились массовые захоронения динозавров. Они обнаружены в различных уголках планеты. В монгольской пустыне Гоби, Канаде, Красноярском крае. Эти кладбища похожи на древние поля сражений, как будто тысячи рептилий сложили свои головы в грандиозной битве. Но если гигантами действительно умели управлять люди, то все становится предельно ясно. Наши продвинутые предки использовали динозавров, как мы сейчас, танки, бронетранспортеры и военные самолеты. Представители предыдущей человеческой цивилизации выводили животных для своих нужд, точно так же, как мы для своих строим различные машины. Единственный созданный имя динозавр, доживший до наших дней, это крокодил, у которого каждая часть тела настоящее орудие убийства. Это единственная рептилия, у которой есть костное небо. Вот это твердое небо, это такая супер уникальная черта. Само оно превратилось в такую трубку костную и, конечно, это очень прочная структура. Поэтому крокодил, не боясь, хватает какую-нибудь там гну за ногу, гну лягается, а челюсть все время не ломается. Одним ударом своего мощного хвоста взрослый грибнистый крокодил, например, может легко убить человека. Самого же динозавра уничтожить непросто. Обычная пуля его не берет. Шкура крокодила это суперпрочный бронежилет, делающий рептилию практически неуязвимой. Вот это шкура крокодила и здесь как раз хорошо видно, что под каждой такой роговой чешуйкой находится костная пластинка. Вот они здесь просвечивают. Четырехкамерное сердце крокодила одно из самых уникальных средств выживания на планете. Специальный клапан позволяет животному менять в своем теле пути кровотока. Благодаря такой особенности крокодил может долгое время находиться под водой без кислорода. Это животное с самым так сказать контролируемым кровотоком среди вообще всех. И кстати сердце крокодила изучают очень давно. Его историю изучения насчитывает где-то 150 лет. И до сих пор его изучают, потому что понять во всех тонкостях механизм управления кровью очень сложно. раны наносимые крокодилу затягиваются очень быстро. Иммунитет рептилий работает с молниеносной скоростью, не давая шанса ни одной инфекции. Доказано, иммунная система крокодила мгновенно уничтожает даже вирус иммунодефицита человека. Неудивительно, что в древности этим уникальным существам поклонялись как богам. Биологи уверены, огнедышащий дракон, он же Змей Горыныч вполне реальное существо. В желудке животного могут быть полости, в которых в результате разложения образуется болотный газ метан. При выдохе, соприкоснувшись с воздухом, этот газ способен воспламеняться. Были новгородские крокодилы огнедышащими или нет, говорить пока рано. Но одно можно утверждать с полной уверенностью, они живут в этих местах до сих пор. Только за последний год рептилий в здешних водах видели несколько человек. Вот в рассказах рыбаков бытуют такие истории о том, что слышны мощные всплески воды на мелководье. Вот с чем это связано? Какие крупные рыбы производят такой шум? Музыкант Алексей Страйк заядлый рыбак. На реках и озерах под Великим Новгородом он ловит рыбу уже лет 15. Летом 2017 года Алексей в компании друзей приехал в давно облюбованное место, надеясь на солидный улов. Он никак не ожидал, что на крючок попадется не рыба, а рептилия. Пока наши дамы накрывали на стол, мы в это время закинули удочки и совершенно спокойно и довольно начали ловить рыбу. Вытаскивали небольших окуньков. и вдруг у моего товарища у Виктора клюнуло так, что он чуть удочку не уронил в первый момент. Что же за рептилия водится в озерах и болотах Новгородской области? И какие экзотические животные начали появляться в России из-за стремительного изменения климата? Смотрите далее. Чудовищная рыбалка. Кого выловил из реки друг Алексея Страйка? Выплыл вот этот гребень с какой-то вот этой странной такой чешуей. Климатическая аномалия. Кто будет жить рядом с нами завтра? Очень озабочено появлением так называемых чужеродных видов. Мы нашли, кто живет под Великим Новгородом. Это единственный из крокодилов, который может зимовать в норах. Россия. Новгородская область. Август 2017 года. Музыкант Алексей Страйк приехал с друзьями рыбачить на небольшую речку Прикшу. Стоило его приятелю закинуть удочку, как леску тут же начала обрывать крупная добыча. Когда вот этот вот выплыл вот этот гребень с какой-то вот этой странной такой чешуей такой совершенно непонятной, тут даже немножко стал уже в этот момент не по себе, потому что он машинально эту удочку выронил, удочка наша улетела. На этом встреча с неизвестным существом не закончилась. Спустя полчаса рыбаки снова его увидели. Оно то поднималось над водой, то медленно погружалось в нее, как будто наблюдая за людьми, находящимися на берегу. Мы увидели очень подозрительное, вот здесь может быть метрах в 15-20 наверное от берега очень странное, а уже смеркалось, поэтому полезть в воду мы уж не рискнули и посмотреть, что там. Но вот оно попокачивалось и опять ушло. По пути домой рыбаки решили узнать у местных жителей, что же это было. Их вопросу даже никто не удивился. Оказалось, эта тварь появилась в местных водах несколько лет назад. И местным было хорошо про нее известно. У нас на самом деле вот здесь вот сторожил наш в сторожке, мы у него иногда вещи свои оставляем. Он так и говорит, что вы не первый, кто это видел. Это место так и называют крокодилово место. От Великого Новгорода до Северного Полярного Круга всего 900 километров. Это север России. Как сюда могли попасть теплолюбивые рептилии? Исследователи предполагают, российские крокодилы сотни лет жили в незамерзающих болотах. А сейчас, когда стремительно меняется климат, начали выползать из своих убежищ и попадаться людям на глаза. Случай появления нехарактерных для нашей местности животных имеет место. Имеет место. Вот этому сейчас уделяется большое внимание. Наука, биология, экология, она очень озабочена появлением так называемых чужеродных видов. Вот в большинстве случаев повинен этому человек. Только за последние пять лет в Новгородской области зоологи обнаружили несколько видов птиц, которых до недавнего времени наблюдали только в южных широтах. Например, белого аиста и баклана. Но больше всего ученые удивились, когда увидели в новгородских озерах болотных черепах. Этот вид у нас обитает в стране, только в южных регионах, в районе Каспийского моря, например, в низовьях Волги, его довольно много, но в наших краях он не встречался. Откуда они могли взяться, эти болотные черепахи? Где-то меняется климат, где-то меняется природная обстановка, и эта черепаха приживается. Зоологи не удивятся, если в скором времени вслед за рыбаками обнаружат на российском севере крокодилов. Им уже не раз попадались огромные норы вдоль берегов болот и озер. Поэтому они пришли к выводу, что вероятнее всего рептилия, обитающая в России, это самый северный и морозоустойчивый из ныне живущих крокодилов китайский аллигатор. Китайский аллигатор это единственный из крокодилов, который может зимовать в норах. Все остальные виды крокодилов, их 24, они просто зиму не переносят. Они умирают. Китайский аллигатор далеко не самый большой крокодил на планете. Средняя длина не превышает двух метров. Эта рептилия, как бурый медведь, впадает в спячку поздней осенью и выходит из нее в конце апреля. Китайские аллигаторы не агрессивны, но человека они могут напасть только в целях самообороны. Несколько сотен лет назад климат нашей планеты способствовал тому, что в северных районах России вольготно чувствовали себя крокодилы. Судя по всему, сейчас на Земле устанавливается такая же, как тогда теплая температура. Ведь в природе все циклично. То, что еще недавно казалось фантастикой, становится реальностью. Самые мощные рептилии на планете, прямые потомки динозавров оказываются частью живого мира нашей страны. Бывают такие ситуации, когда не только у простых людей, но и у ученых складывается мнение, что в данной области уже неоткуда ждать сюрпризов. Ну, здесь в основном все изучено, мы хорошо представляем состав фауны, и неоткуда ждать сюрпризов. Но такие сюрпризы иногда случаются. Возможно, на российском севере объявился не китайский аллигатор, а совершенно иной, еще неизвестный вид крокодилов. Ученые предполагают, что он может быть покрыт шерстью. Обитал же когда-то в наших широтах покрытый густым волосяным покровом мамонт, ближайший родственник которого слон до сих пор живет в южных странах. Как бы то ни было, в ближайшее время нас ждет научная сенсация. Ежегодно в труднодоступных местах планеты находят ранее неизвестных науке животных. Новый вид гигантских ящериц обнаружили а в арктических водах на огромной глубине как выяснилось живут гигантские монстры. Возможно и на бескрайних просторах России когда-нибудь найдут потомков ящеров, которым поклонялись наши предки. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова